Новые рынки сбыта для предпринимателей Тверской области могут появиться в Швейцарии, Египте, Аргентине, Пакистане и Таджикистане. В Твери прошла встреча лидеров промышленности Верхневолжья с торговыми представителями России в этих странах. Встреча прошла на площадке центра «Мой бизнес». Об итогах рассказывает Наталья Чекет. Здесь собрались представители машиностроительного производства, агропромышленного комплекса, химической отрасли, металлообработки, а также инжиниринга. До введения санкций многие предприниматели Тверской области поставляли свою продукцию в Европу. Сейчас главная задача для всех – найти новые рынки сбыта. Поставки в европейские страны продолжаются. Ситуация достаточно сложная, потому что Россию не только отменяют, Россию еще и запрещают. И нам приходится комбинировать, скажем, поставлять свою продукцию в другую, третью страну и под брендом другой страны выходить на те же рынки. Логистика поставок, финансы и страхование рисков – все эти проблемы обсуждали на встрече предприниматели Тверской области совместно с торговыми представителями России. И, как говорят, когда одни двери закрываются, открываются другие. Мы хотим настроить наше предпринимательское сообщество, прежде всего производители, конечно, на понимание того, что европоцентричность в том виде, как мы себе это представляли на текущий момент, она уже некоторым образом потеряла свою актуальность. То есть мы ни в коем случае не отказываемся взаимодействовать, надо понимать. Но мы ищем новые пути, новое расширение горизонтов и ищем новые рынки. И вот как раз те страны, о которых мы сейчас говорим, на наш взгляд, это будет как раз тот самый потенциал, который позволит нашим предпринимателям максимально пытаться компенсировать те потенциальные издержки и убытки, которые они могли бы понести, скажем так, в процессе санкционного давления. Торговые представители Египта, Аргентины, Швейцарии, Пакистана и Таджикистана говорят, что эти страны готовы принимать товары из России и, в частности, из Тверской области. Например, не все предприниматели европейской Швейцарии планируют отказываться от российских товаров. Хотя в стране и поддержали санкции, но бизнес-сообщество мыслит на перспективу. Швейцарцы, они, да, конечно, на них действует пропаганда, да, конечно, на них очень сильно действует влияние и на бизнес, и на политику, тут я скажу, влияние заокеанское. Это правда. Но при этом они люди очень прагматичные, и они понимают, что в 21 веке нельзя работать без России, без российской экономики. Вот поэтому для них это выгодно, для нас это выгодно, то есть от такого взаимовыгодного сотрудничества отказываться нельзя. И швейцарские бизнесмены это хорошо понимают. С Аргентиной Тверская область уже сотрудничает. В частности, Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав Трансмашхолдинга, произведет 70 электропоездов для страны. Подвижной состав задействуют в пригородном сообщении между Буэнос-Айресом и городами-спутниками. В прошлом году произошло знаменательное событие. Компания Трансмашхолдинг, известная вам, куда ходит Тверской завод, правильно, выиграла тендер в Аргентине на поставку 70 составов электропоездов, это порядка 560 вагонов, на сумму 864 миллиона долларов США. Со своей стороны торговые представители обещают помогать с организацией поставок товаров за рубеж и активно продвигать продукцию тверских производителей.